Вчера мы уже начали разговор о предвыборном раздраве в левом движении. Начали в материале Платушкин, партия Шевченко, это партия спойлер. Добавлю также, в этой публикации я осудил поведение Платушкина. Но, понятно, разговор будет неполным, если мы не обсудим реакцию на это Максима Шевченко. А нужно сказать, она у него, скажем так, довольно объемная. 11 июля он провел на своем канале Максим Шевченко стрим, в котором детально остановился на ситуации, которая сейчас складывается в левом движении. Ролик называется, лучше зачитаю, «Выборы 2021 как выбор между прошлым и будущим. Удастся ли партиям власти сохранить привилегии?» И его там легко посмотреть. Добавлю, стрим большой. Он продолжается около полутора часов. И в ходе этого стрима Максим Шевченко сказал очень много нелицеприятного. Как в адрес власти, так и в адрес оппозиции. Понятно, прежде всего, левой. Прежде всего, он заявил, что все партии, представленные сейчас в Госдуме, то есть Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, это только шерма, прикрывающая номенклатурную систему в нашей стране. С чем я, кстати, полностью согласен. Но он добавил также, что частью этой шермы он считает еще и партию яблок. А вот с этим я не согласен. И не согласен категорически. Напоминаю, я независимый эколог, и независимый эколог уже более 30 лет. И также я официально член экологической фракции «Зеленая Россия. Партия яблока». Добавлю также, если бы не партия яблока, у нас независимых экологов не было бы своего политического крыла. Я был делегатом Учредительного съезда «Зеленой России» в 2005 году в Королеве. А изначально партия нами была задумана, вернее «Зеленая Россия» была нами задумана, как, понятно, независимая политическая партия. И мы сделали все, что было необходимо для ее регистрации. Но Кремль нам в регистрации нашей партии отказал. И вот тогда мы стали фракцией в партии яблока. И Григорий Алексеевич в пику Кремлю, Григорий Алексеевич Явлинский, в пику Кремлю кругом пошел нам навстречу. И хотя бы только поэтому я еще очень далек от того, чтобы ставить на партию яблоко крест, как это сделал Максим Шевченко. О гадостях, сказанных у Максима Шевченко, Николая Платушкина, он тоже в этом стриме сказал довольно много. Более того, потом он вырезал из этого стрима небольшой фрагмент. И он тоже представлен у него на канале теперь в виде небольшого ролика под названием «О лживом Гавканье Платушкина». И его тоже там легко посмотреть. Тем более, что на этот раз ролик краткий. Он продолжается только 1 минуту 25 секунд. В данном ролике он тоже был очень резок, что, впрочем, понятно из названия. На его взгляд, Гавканье Платушкина лживая, омерзительная, прямая цитата не может быть инициативой Платушкина. А он это делает санкцией высшего руководства КПРФ. Дальше он назвал Платушкина и компанию собаками и сказал, лучше зачитаю, «Мы не будем с собаками спорить, мы будем с хозяевами полемизировать». Наверное, будет правильным именно этот фрагмент его стрима, который, безусловно, является оскорбительным. Посмотрите у нас. Вот он. С чем связаны перемены КПРФ? Раньше вы резко огрызались за рыски, потому что начали атаковать меня. Гавканье Платушкина, омерзительное, лживое, понимаете ли, не может быть инициативой Платушкина. Он это делает с санкцией высшего руководства КПРФ. Я сказал, мы с вашими собаками не будем, говорится, спорить, а мы будем с хозяевами полемизировать. Он также добавил, что поведение Платушкина – это не единственная подлость в отношении его партии со стороны КПРФ. Представители КПРФ уже успели неоднократно обратиться в администрацию президента с просьбой снять ряд кандидатов от РПСС, партии Платушкин, Российской партии Свобода и Справедливости, с выборов. И добавил, что с честными и настоящими коммунистами, они, как Махновцы, его выражение, готовы вместе идти в бой. Но к лживой партноменклатуре у них хорошего отношения никогда не будет. Дальше он добавил еще много нелицеприятного в адрес Николая Платушкина, но я, пожалуй, не буду повторяться. Кому интересно, может просто посмотреть его ролики. Что здесь можно сказать? Как ни странно, на мой взгляд, от этого конфликта пользы может быть гораздо больше, чем вреда. Я могу понять поведение Шевченко. Более того, я давно присматриваю что к Платушкину, что к Шевченко. И что я сейчас могу сказать? На мой взгляд, Максим Шевченко знает марксиско-ленинскую теорию намного лучше, чем Николай Платушкин. А в наше время это очень дорогого стоит. Напоминаю, коммунистическая теория была страшно извращена в 1933 году. Извращена по личному приказу Сталина, академикам Струя. И превращена в так называемый научный коммунизм, который не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Более детально об этом лучше посмотреть в моем подробном ролике. Почему у Путина не получилось поднять Россию с колен? Или что такое политаризм? Он будет подсказки. Но сегодня главная беда даже не в этом. А в том, что КПРФ по сей день продолжает исповедовать этот самый научный коммунизм. И исповедовать совершенно официально. То есть коммунистическая теория, начиная с 1933 года, в нашей стране застыла на месте. И что Хрущев, что Брежнев, что Горбачев, что ныне Зюганов даже не пытались и не пытаются ее развивать. И это даже не говоря о том, что они и не пытаются очистить ее от откровенных извращений и по-настоящему чудовищных извращений, внесенных в нее строй. Николай Платошкин и Максим Шевченко наконец сдвинули дело с мертвой точки. Они, в отличие от руководства КПРФ, начали наконец развивать левую идею. И начали развивать, на мой взгляд, очень даже небезуспешно. Небезуспешно хотя бы потому, что они смогли опять сделать левые идеи интересными. И интересными без преувеличения многим миллионам людей. И мое мнение, что эта работа у Максима Шевченко получается лучше. И ощутимо лучше, чем у Николая Платошкина. И значение этого переоценить невозможно. Особенно на фоне того, что Зюганова компания вот уже больше 30 лет вне игры. Хотя все возможности у них есть. И именно поэтому этот конфликт, которым огромное значение и имеет идеологическое составляющее, скорее полезен, чем Риндин. Полагаю, он способен заставить очень о многом задуматься. Что сторонников Платошкина, что сторонников Шевченко, что сторонников КПРФ. И прежде всего о том, что левая идея, как и все в нашем мире, должна развиваться. Ну или о том, что марксизм не догма, а руководство к действию. О чем что ВКПБ, что КПСС, что КПРФ забыли, начиная с 1933 года. И забыли напрочь. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...